Средняя цена премиум танка 8 уровня будет составлять около 8 миллионов серебра на черном рынке Если делать выводы по поводу того, что было в прошлый раз на черном рынке А также по выводам инсайдеров с американского сервера Собственно, если смотреть, что было в прошлый раз, то можно увидеть такие цены, как, например, 8,5 миллионов серебра за Т-34Б Прилагает даже скриншот, ну вдруг кто забыл или вообще пропустил эти времена Но также есть и другие танчики на черном рынке Были, конечно же, и за голду, даже продавали ПЗ-2Джей за 15 тысяч золота Не знаю, кто его купил, наверное, какие-то особые ценители, так скажем Или Панзер-4 Гидростат продавали за 6500 серебра Ну такое себе приобретение, скажу я вам А вот 9 миллионов серебра за Корнарван Экшн Икс Это, по-моему, довольно-таки неплохо То есть танк в целом годный Танк способен наносить много урона И хорошо фармить в рандоме И особенно он применим в таком вот событии, как Ну, линия фронта и вот в таких вот подобных, где используются 8 уровни Но 25 миллионов серебра или 23 миллиона серебра, кажется, сумма заоблачной вам Ну так в прошлый раз FV215B183 продавали за 23 миллиона И обратите внимание, эта информация, кстати, сохранилась и по сей день Была скуплена эта машина очень быстро Очень быстро Это, конечно, жесть Ребят, там, по-моему, даже часа не прошло Очень быстро 55 тысяч штук разлетелись, как горячие пирожки То есть Wargaming увидел статистику, что игроки готовы приобретать за 23 миллиона серебра танк 10 уровня То есть 23 миллиона серебра, это сколько фармить-то нужно Даже в линии фронта, это, ну, не знаю, надо очень даже так много поиграть За FV155 вообще 25 миллионов серебра требовали Вот такие вот дела Самым дешевым экземпляром стал FCM36PAC40 за 3,5 миллиона Это французская ПТСАУ, по-моему, если я не ошибаюсь, третьего уровня То есть такое себе Но из восьмерок самых дешевых, это у нас черный бульдог Из этого всего мы можем сделать вывод, что, собственно, цены будут варьироваться Самые минимальные экземпляры, я думаю, будут страдать 5 миллионов Но также цены могут и до 50 миллионов дойти, если будут какие-то совсем имбовые танки Да кто знает, может быть, даже до 100 миллионов может все дойти Ну и, кстати, ребята, вы можете выиграть в этом видео довольно-таки неплохие награды На новогоднюю коробку У вас последние шансы выиграть новогоднюю коробку Ну, еще, правда, розыгрыши у меня на канале я буду держать сколько смогу Благо, пока что вы меня поддерживаете лайками и комментариями Но все-таки 14 января в любом случае, ну, все заканчиваться будет То есть коробки исчезнут и у вас уже не будет шанса выиграть имбовый танчик из коробки Также разыгрывается еще видео и золото Так что два приза в два раза больше выиграть При этом я бы не сказал бы, что конкуренция на моем канале какая-то заоблачная То есть шансы выиграть есть у каждого А если вы еще и хотите повысить свои шансы, еще больше повысить на выигрыш То рекомендую заходить на сайт воткит Так как там вас ждет дополнительный третий приз в 5000 золота Ежедневно, бесплатно Но также отличные премиум танки по сочным ценам Все очень выгодно и крайне, крайне, я бы сказал бы, полезно для аккаунта Так как прем танчик лишним не будет А используя мой промокод вы получаете дополнительную скидку Итак, ребята, действительно цены, как вы можете видеть, кусаются Хотя, с другой стороны, серебро-то все-таки можно приобрести И, наверное, кто-то скажет, а зачем вообще это все устраивать? Какой в этом смысл для варгейминга? Ну, смысла на самом деле много Хотя бы если взять тот же черный рынок в прошлый раз То варгейминг очень жестко хейпанул И онлайн очень сильно даже повысился в игре А также вообще упоминание World of Tanks и черного рынка Ну, это как бы одно и то же, потому что исходит как бы от World of Tanks Увеличилось все это во много раз Хейп и многие сказали на ютубе И, конечно, игра от такого только выигрывает А продать там каких-то, ну, там 100 даже тысяч Там 50 тысяч премиум танков Это такое себе в плане ущерба варгеймингу То есть это капли в море Никакого, собственно, от этого вреда не будет Учитывая, что игроки там в марафонах получают по 200 тысяч, по 300 тысяч машин Или даже больше премиумных и порой даже весьма хороших Так что, ребята, ни в коем случае не унывайте насчет этого Черный рынок будет Просто нужно его дождаться Официальный анонс от варгейминга было Никакого опровержения от варгейминга не было То есть если бы варгейминг там, ну, вдруг осознал, что, типа, это все, ну, как бы слишком далеко зашло И многие подумали, что это шутка Вернее, не шутка, а они пошутили Они так и официально, как бы, заявили, что это шутка, ребята, была Ну, сами понимаете, что никто не будет снимать там целый кусок видео Нанимать актеров и всего такого Чтобы какую-то шутку там пошутить Еще не на 1 апреля Многие танкисты такой шутки не поймут Это, я думаю, был официальный анонс Собственно, что нам стоит ждать? То есть вот у вас наверняка вопрос такой вот наклевывается Какие танки стоит ждать? И сколько серебра стоит приготовить? Нужно приготовить как можно больше серебра Вот сколько есть возможности, столько и копите То есть пользуйтесь акциями всякими разнообразными на Новый год Не тратьте серебро в больших количествах То есть многие вот там не сдержались и без скидок даже Начали приобретать десятки одну за другой В итоге мало того, что без скидок покупали танки Хотя у нас снова запустилась акция По два танка по скидке идут каждые полмесяца Ну так еще и ребята, собственно, это все делают в преддверии черного рынка То есть он может даже завтра вот запуститься Они такие все уже потратили И я не знаю, как они потом будут, что будут делать Ну, конечно, может быть, первый лот они пропустят Потом начнут все продавать Ущерб там себе сделают гигантский Но не особо это, я считаю, правильно Чего не стоит ждать на черном рынке, вот по моему мнению Наверное, все-таки не стоит ждать того, что Wargaming начнет раздавать танки Которые они используют для заработка денег То есть определенные есть танки, которые они пустили, так скажем, в расход Грубо говоря, которые, собственно, ну там за всякие события выдаются Не только в черном рынке, но и в линии фронта и так далее и тому подобное Ну, взять пример какого-нибудь Carnarvon Action X Или какой-нибудь ИС-6 Black Или Т-34 Black Вот подобные танки Они их, собственно, раздают Или, ну вот, например, на ГК сейчас можно получить ИС-5 Объект 730 Я думаю, вангую, что он на черном рынке будет, этот премиум танк еще Чтобы еще больше его распространить И потом заняться перебалансировкой этого танка И, собственно, ну вот такой танчик может стоить спокойно около 10 миллионов серебра Wargaming даже может повысить цены Потому что в тот раз они на бум делали цену То есть они не знали, какой спрос на это все А сейчас еще, как бы, ну, до сих пор осталось серебро у многих игроков С линии фронта Или там вот подкопили многие серебро с новогодних праздников И, естественно, Wargaming крайне невыгодно, чтобы у вас копилось серебро То есть для них это, ну, ущерб явный Потому что если у вас там сотни миллионов серебра будут на счету И вы будете чувствовать такую вот, ну, необходимость Не играть в World of Tanks и не фармить и не покупать премиум танки То для них, конечно, это плохо Нужно всегда, чтобы вы были в дефиците Чтобы у вас всегда, ну, было желание побольше серебра Потому что оно постоянно кончается Тогда в таком случае вы, естественно, ну, будете чаще играть Чаще фармить и чаще приобретать премиум танки Ну, это такая моя личная логика Не знаю, согласитесь вы с ней или нет Ну, ждать, естественно, в черном рынке таких танков Как Объект 703 и Вариант 2 Ну, с двухстволку и там Объект 130 ПМ Мне кажется, не стоит Потому что, ну, Wargaming этими танками барыжит И вряд ли они начнут их бесплатно вдруг внезапно раздавать Ну, только если в очень ограниченной серии Может быть, за голду, да, там, какие-то из танков То есть за голду еще более-менее выгодно А вот за серебро они, скорее всего, будут отдавать некоторые танки Но вот какие именно Ну, я думаю, десятки такие, как, например, ВК-7201К Который из ЗГК Или еще какой-то другой танк 10 уровня ЗГК Там Т-95Е6, М60, то есть не суперсильный Они могут его продать за серебро Но уже, в принципе, можно некоторые из этих танков даже купить в боновом магазине Значит, из-за серебро тем более можно будет приобрести Но учтите, что цены будут кусаться То есть Wargaming может цены поднять на этот раз Там сделать цену, там, 30 миллионов, 40 миллионов, 100 миллионов А если они Чифтейна выкатят, то они могут все просто 100 миллионов Ну, это называется хайп Это называется такое вот Ну, собрать Как можно больше трафика Чтобы все обсуждали все это И такой вот маневр может произвести Wargaming То есть, ну, то, что Чифтейны там Они не фармят, как бы, это же не премиум танк Значит, ущерба по фарму не будет никакого Но, правда, тут может баланс по швам треснуть от Чифтейна Но если, опять-таки, 10 тысяч штук на это мало Ну, может быть, там, 50 тысяч штук раздать игрокам От этого баланс сильно не треснет Ну, чуть-чуть треснет Ну, опять-таки, в основном получат Чифтейны Там обычные игроки, не статисты, скорее всего И они-то, им хоть, я не знаю, дать танк Который вообще не теряет ХП И с одного выстрела уничтожает полкоманды Они и то, наверное, сольются Каким-то образом непостижимым Ну, конечно же, такие танки Типа Prima Victoria, Emile 1951 Ну, такого типа Там, может быть, даже, если повезет Какой-нибудь 50 ТП портати польский Или 34-ка Или, может быть, FV-215B Или FV-215B-173 Или Forge 155-ый, как в прошлый раз Вот такие вот танки, я считаю, вполне реально Могут появиться в новом черном рынке А какие-то имбы, ну, может быть Но шанс этого мал Особенно премиум танки, на которых Wargaming зарабатывает Вот, и я особо это подчеркиваю Мне кажется, вряд ли Если Wargaming перейдет эту грань То они начнут уже везде Где только можно раздавать танки Но это, наверное, произойдет Только если онлайн очень сильно просядет И на этом все, друзья Пишите в комментариях, что вы думаете Сколько серебра вы уже заготовили И будете ли вы участвовать вообще В черном рынке Хотя, что я вас спрашиваю Конечно же, будете, я думаю Даже тот, у кого полно премтанков Он все равно, наверняка, ждет черного рынка Желаю вам удачи, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok